всем доброго суток с вами сергей скоборовский если я пришел больничку провериться потому что у меня на протяжении недели более в области почек с двух сторон я уже неделю как и пью алкоголь обоим на все не проходит поэтому я пришел сюда чтобы сделать узи сделаем узи почек печени проверю все узнаем как у меня дела обстоят потому как мне не нравится чем более что хочу узнать успокоиться может быть мне надо каких-то таблеток попить все-таки организм немножко подсадил так что вот так не пить алкоголь это вредно очень большие последствия после этого так в общем все я уже иду с больнички еще сдавал кровь с пальцем у меня брали но анализы пока не знаю так что такие вот дела идем на метро погода у нас такие сегодня отлично короче ребята в общем все пришли анализы сказали у меня жесткая интоксикации надо пить атакси и я не делю как не пью алкоголь показала что у меня там куча чего там ацетона 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 много да ацетона много прямо через поэтому 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 употреблять алкоголь потому что с молодости посадить организм как я и делю все равно сказали не пить здраво восстанавливать организм ну так вот привет все тут прячешься хочу такую лишь тут я в засаде сзади ничего себе вот это ты даешь привет привет батя тут засаде сидит коридоре до это пицца что как дела хорошо 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 что тебе пахнет ай все капусту тушила а это думаю сейчас капушечку потому что пойду на работу то надо что-то покушать у меня что там рыбки зевые да да можно повесить можно машку туку можно нельзя зачем когда кушать готовишь тут вся кухня в этих чем у крошках во всем то надо детьми видишь чистила картошку давай там тапочки что ты хочешь делать то я на пиццу принес покажу не надо заморачиваться могу сидеть болтать а картошка вода готовая работает этот фильтр до рыбки живы не родили что все живы до продают же маленьких конечно не продают больших сразу маленьких рыбок поэтому сейчас подойду я поставлю это не на вас тут я скажу что батя там поможет вот это поперчу что там такое ух и батяня посолю все вот так перемешаю еще чуть-чуть посолю вот так поставлю на место солянку картошка будет вкусняха 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 так вот в эту тарелочку надо стеклянной в этой тарелке хорошо варится картошка варится парится в микроволновке печеная получается сейчас пока я маслом ее помещу маслом подсолнечным и кулек надо найти вот он кулечек это все с добро так картошку все заталкиваем кулек ну обычный такой кулечек целлофановый белый ну картошка будет вкусняха я второй раз уже сделаю на неделях ну надоело просто уже то вареное то это жаркое подумаю сейчас печеный делаю это ж каждый раз что-то придумываю о так теперь заливаем в этот кулек картошку масло подсолнечное немножко так немножко чтоб оно там себе было сочное в масляке о все так кулечки дырочку сделаем сейчас я тарелочку эту сполосну еще раз она тут гречку батя ел и присохла гречка плохо молится не мог сполоснуть что давайте забавил и что ты что да он наверно там с кем-то ссорился нет он злоупотреблял какой-то функцией и что ты теперь его разбанишь я тебе разбаню время пройду и его сами разбанить без короче короче ну батя артист теперь жалуется что у него не работает компьютер надо я это думаю что он там вчера уже по телевизору что-то смотрел так это буду убирать так сейчас покажу что у нас в картошке получилось короче короче вот обычная картошечка как нажарить как жарить вот так кусочками кулечек его и микроволновку 15 минут посолила поперчила и вкусняшка все иди спасай иди спасай иди спасай картошка картошка сжарится сама я буду даем свое яблоко и спрячу перчик а еще я вспомнила надо дать малому пленку пищевую может она там у него есть тоже ну короче я ему давала эту пленку он мне захотел значит у него есть такая пленка прозрачная я ее где-то уже засунула это подсказка вам лайфхак такую вот подцепили тут счетчик и теперь этой пленочкой надо легонько его затянуть потому что он будет вот такой вот как это стекло и вот это но это легко моется я его взял щеткой щеткой я стиральный порошок обычно вот эту штуку мою ну сейчас просто сильно работаю попозже туда ближе к весне все выдраю вот а счетчик тут надо пленочкой затянуть так одним слоем чтоб он не был вот такой потому что потом тяжело драйдер уже не снимешь это снимается все где-то там о он же пиццу принес так ну картошка не помешать даже если есть и пицца горячая класс класс ребятки пицца я раньше пиццу все время делала сама вот а теперь получается работаешь работаешь ну спасибо магазины стараются вот они делают вот там как-то получается недорого все получаются с колбаской и сырком и недорого я говорю раньше делала рассказываю ребяткам пиццу сама вот купишь колбасы сыра и тоже это выходит точно так же как и сейчас вот в магазинах делают но это же оптом и для всех как бы поэтому у них там не сильно дорого это дорого не дорого что как дела рассказывать что новенького вот ребяткам на лайфхак рассказала какой а что тут счетчик что у тебя надо пищевой пленкой затянуть одним словом вот так же чтобы мыть потом а то будет вот такой он же над плитой ты понял нет он всегда будет чистенький эту пленку снимешь а вот пищевую а один слой снимешь и все потом новый зацепишь что оно вот такое будет копать надо помыть и не будет копать а зачем ее мыть как ты ее будешь мыть там же эти трубочки краники стеклышки вот эти рамочки вот эту что же плохо мыть но она снимается я ее снимать буду мыть уже вся пицца а вот чем занимались эти дни чем занималась сегодня ну да чем чем там кое-что надо было пошить мне не решила что-то там я же говорила что я палец так уколола но потом что еще мне дело в основном кушать готовишь 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 ну что все ну как же чтоб есть было что потому что надо скушать работаешь и надо кушать давай это это с колбасой а это с чем открывай смотреть будем с грибами а кстати я сейчас будем кушать картошку или капусту тушила тушила капуста с уткой с мясом поедим а это так перекус по кусочку ну я еще первый ем а наш кукуруза это не с кукурузы мне вот это с колбасой вкусно здесь кетчуп такой сладкий а я не умею пиццу есть свою я умею есть а это вот у меня со всех сторон уже вытекает сок да что подросли мои рыбочки подросли точно да мне кажется они на месте маленькие тыкву только что разбирала да смотри уже начинает засыхать так я взяла ее порезала посушу зачем посушу крысам буду давать я сегодня ездил обследовался куда ездил в клинику да что и что все нормально мы сделали УЗИ брюшной полости а что что-то болело у тебя уже да по бокам от чего от чего от чего от чего от чего болела от чего от всего от алкоголя по бочке вылазят лучше не пить да сдавал хорошо мне что я не пил мне ничего не болит кровь кровь сдавал и мочу у тебя такие щенки под глазами и ацетон а алкоголь да ну а что ж знаешь как с этих всяких алкашей бомжей воняет ацетоном знаешь ужас так вот и уже с меня так ну оно выведется конечно ну долго ну да это ж яд ацетон я не завидую тем кто постоянно вот это пьет и пьет ну они быстро и сынок это умирают те кто пьет сильно ну да нельзя пить алкоголики много не живут согласен ну да нельзя пить это вредно ну иногда по праздникам можно если понемножку да не я хочу ту вот это вкуснее да ну подыми ее с колбасой с колбасой с помидором и с чем еще кухню кухню заказал когда кухню то раньше этот заказал диван в комнату наконец то приходишь и негде упасть на это кресло падаешь надо это кресло вынеси туда в коридор в общий пусть садятся там кто-то сидит себе наперекурах или не надо то кресло в коридор батя угощайся там света нету в общем коридоре так убьются еще с тем креслом оно такое здоровое это раньше такие кресла делали не стучи стул не поломаешь что 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 тебе и Василий давай бери я сейчас в одну коробку все сложу сложите а что в две не помещается или что ну не помещается в две коробки на столе чего ну давай ту съедите потом эту или как или эту сначала горячая бери ешь батя давай тогда я тут ставлю хай ест что-то себе уже ищу пока тебе уже привезу ой да еще не скоро да взяла ее на производстве делают материал а то мне еще надо будет заплатить еще не заплатил что еще не заплатил ну заплатил 65% ох да это ну и кровать заказали с матрасом а где в этой комнате будешь ставить а что в эту спальню там где балкон конечно ну она там длинная такая нестандартная комната там только диван там проход маленький будет да буквально ну я не знаю как вот эта вот твоя плитка красная ой не интересно сынок так будет ходить что не интересно а как там по другому никак если возле стены там тоже стоят метр пятьсот ты ж будешь если вот так вот к стене то там метр пятьсот ты будешь бегать на балкон будешь проходить будешь проходить вон белье повесить или еще что-то надо ты ж там пробей как ты будешь там жить там места тебе хватит пробейте я дети там будут жить я найду себе где жить я не помру я на вокзале могу жить да твоя комната что это будет моя комната я найду себе где жить я может еще еще где-то построю а ты никогда не сдавал на сахар это я не сдавал конечно сдавал на сахар у тебя что сахар ну вообще ацетон это сахар повышенный ты ж шутишь ну что какой сахар откуда он возьмется ну он бывает по трем признакам первый признак это когда беременные раз второе когда много употребляешь алкоголя два и третье бывает у просто у людей повышается потому что там не справляются так придумывают другие конкурсы а не эти ты знаешь какие мы в молодости конкурсы придумывали так вот батя без конкурса батя он без конкурса там он был пляж на гидропарке раньше и мы вот с танцев идем на пляж уже утром договариваемся вечером что утром встречаемся идем но шляпа такая и там на спортивной площадке а ты что говоришь когда это было ну это было в 80-х а в 80-х а сейчас а ты тут при чем это еще я про молодежи говорю про водость и конкурсы и ставили и вот ты же пешки по стол ходила в 80-х уже что-то рассказывает здравствуйте какого я вода ты забыл пешки в 80-х летала уже да да я очень сильно летала высоко да высоко летала когда молодой все высоко летают ну а потом в жизни так немножко знаешь судьба крылышки подрезает он сдал анализ показал анализ так что в этом плохого ребенок пошел обследовал потратно сделать знаешь что такое будет делать выводы говорят ацетон надо взять кусок и пойти выкосать 30-х сотых люцерки да и весь ацетон выходит и не надо сдавать ни на кровь ни на шов а ты и так пошел и поехал там коровы пас но коровы я ездила коровы в то время пасли за летом наверно за два ты так скажешь как будто я не пас коровы да в каждом доме была корова и получается за все лето ты всего лишь два раза поселишь а сейчас кстати у нас с молоком проблемы в стране с молоком потому что в селах мало кто коров держит нет вообще и молоко ну то тебе так тебя ставим министром по сельскому хозяйству не так в село едем вместе заводим корову заводим коровы и это молоко не это я министр и по сельскому хозяйству три десятки коров заводим а будем поднимать сельское господарство правильно? ну конечно да сейчас все бросим и пойдем к этому по стопарику выпьем и пойдем сразу к этому да корову заводите батя не боится про ацетон все время не боится видишь ну ничего не берем сейчас пиццы натрескаемся уже картошка не пойдет пойдем вот она такая вкусная я люблю картошку в любом виде и Кися пришла покушать я говорю Кисула я стала ей уже покупать деликатесики разные меняю купила ей сердечки свиные и сырые жир пооблезать одну не сконулась я свои тоже собаки купляю деликатесика говядину пошел иди теперь люди думаю зоня спрашивает что что ты там ты дедом встал уже конечно встал еще пару котов заведу их собаки буду блять не дедом а аго ну и что тебе мешают эти собаки или что дедом встал или нет ну 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 а люди дедом встали люди дедом встали люди дедом встали конечно встали да ну слава богу а сын картошка готова так радуйся за них хай это я и радуюсь ну все а ж мне не надо ничего требовать ну а с такого перца что тебе потребуешь с какого перца ты своего дитину свою бавил а от него требуешь ты ребенка занимался а что на тренировке возил или в бассейн возил в советское время полно было бассейнов вози куда хочешь да так ты трошки время узнал в каком у меня родился в 90-м родился еще были бассейны через год Украина стала а я ее еще в поликлинику таскала в бассейн расскажешь мне что сыночки в картошке там попробуй давай давай мама мне жилет подогнала буду бориться конечно подогнала я сейчас заберу подогнала я тебе купила тоже раздавать буду и тоже это вот посмотри какая картошка классная еще могу сюда в пакете в пакете грилла ну это пеклась там же масло подсолнечное чтоб не стреляла вот так вот запеклась да печеная у нас может пластмасса там плавится какая пластмассовая это кулек пластмассовый он дырочку сделала да он то надувался то впускался и картошка быстро спеклась даже быстрее чем на сковородке понял так вилочку тебе капусточки хочешь не не бабушка шла вот я делаю такие это и мама решила так сделать что за бабушка да я бы овощи а что бабушек молокие или что сынок и свежие овощи тебе надо кушать да всем надо кушать свежие овощи свежие овощи надо кушать когда они все на городе растут ну это понятно свежие овощи а это у кого-то а сетон тоже растет на этом на городе на городе да нет бурячок растет на полях которые перерабатывают на сахар а потом перерабатывают на спирт да ацетон не знаю да и растет ну так вот это ж ацетон спиртное это ж там же оно же с чего с бурячка да угу водочка спирт сахар то поэтому поэтому вредить себе не надо хлебушек берите не я без хлебушка и тебе зелень не сюда покрышить укропчик и петрушку если надо что-то покрышить картошку хочешь подключиться свету включай этот телевизор там расскажут что лечит не я вообще телевизор не смотрю зачем мне вот это я смотрю только мою любимую программу да в мире животных смотрю и смотрю что касается каждого или еще какую-то передачу интересно говорит украина не давай не ничего не смотрю а раньше можно было концерты посмотреть какие-то группы выступали песню а говорю наша бабушка не на полную сковородку натушит капусты знает что я люблю помидоры открыли картошки капусты да мы же городе мы же городе иногда сидим без картошки ну ты же дивана купил или нет заказал маму не идешь без а что такое ты ее что выселяешь или что кто тут хозяин ты так не шутил потому что меня ночью могут украсть мамы знаешь сколько поклонников там немае там жеников знаешь сколько пишет я помню а я читала честно а дивана купишь там дивана купишь там ну я дивана одного заказал в гостину ну книжку не не книжку вытягивается не вытягивается и так типа раскладывается я вообще люблю диваны больше даже чем кровати да как раз у тебя деревянно кто спит на деревянне а что тут стоит да это ж типа кровать только советская маленькая кися на ней спит заняла полностью всю кровать вот и получается на этих кроватях точно таки сами досочки деревянные и ты получается лягаешь на матрасе ну ортопедично очень удобно поэтому с диваном он вообще не сравнится я никогда в жизни не спал на этих кроватях конечно только в этих, в отелях вот как был ну так я что вот это что на твоей сплюти кровать как это ну потому что это диван диван старенький ой кровать точнее оце что вынесем кому ехать заберут а чего а поставишь на коридоре складешь и будешь на перекурах сидит там надо миллионы зарабатывать чтоб покупать диваны какие дорогущие если ты купишь я выставлю да где заберешь все есть выход можно купить матрас но он тоже не дешевый и кинуть его на диван можно и на полу спать я совсем тебе отдам святой отдам ну я в селе где сплю на полу сплю и ничего и не матраса ничего нет какую-то фуфайку кили а вы же собрались переезжать? приезжают гости заберешь вы же собрались переезжать? я в селе на чем я спала батю ну это это знаешь я в селе на трассе спала у нас в селе все приедут и у бабушки нет ну хорошо собирается кто-то переезжать? конечно переезжаю вы тут что позварились? мама уже собирается уезжать или что? при чем здесь это? ага я вообще говорю что батя если меня выгоняет то я ему сказала мою долю отдай на бери что в меня можно взяти? бери что в меня можно взяти? ну в принципе что в батю можно взяти? если он будет уже меня сильно так выгонять так я свою долю я ему сказала продам и заселю ему сюда таких мировых соседей буду искать куда? соседнюю комнату? ну да если он меня будет выгонять и что это будет а что? кто-то заедет до бать так есть полная ситуация если человек у них где жить он там прописан и он может и кредит взять на эту сумму а ты можешь просить за меня кредит да если ты меня выгонишь а не мало пакетиках чая? а? пакетиках не мало? есть да ну вот вот молодец сам себя обслуживает это обычный такой черный ну что я скажу хозяйская дитина знает где что лежит а есть с бергамотиком сынок тебе давать с бергамотом? ну это уже пойдет а батько знает где ты что лежит? что надо знать я же говорю а батько знает где где положить то? я свою красивую крошечку себе чинить зеленого нет? чай? чай? да у меня какой хочешь чай есть просто в рассыпную а в рассыпную не годится да хозяйская дитина пошла на дом знает где что лежит и лей лей а я себе с бергамотиком я люблю такой спасибо сынок меня обслужил налил давай я достану лимон еще надо памятник поставить тебе отец спасибо сынок и звезду сюда повисите а где тут кусочек лимона? а что там? а просто так что? где то еще кусочек был маленький лимон но наверное уже нет что у вас тут все спокойно? без происшествий? Сергей Сергеевич? да я ему сказала если будешь меня выгонять и не будешь меня слушать то я найду чтобы ты знал в Украине без происшествий чтобы ты знал так он за меня спрашивает а тут что говорит все нормально у нас нормально давай лимон отрежу водички, чайку что-нибудь в дорожку тоже надо дать чай глоток горячий ну водичку на всю выпей ну что я тут и побег на водичку лучше может дать с собой бутылочку тебе? не хочешь? а что? не, не надо все давай давай все у меня побег ну ладно я тогда к тебе в гости заеду сегодня не мало кого есть? да потому что я успела это посидеть все добренько давай счастливо все Сергей Васильевич пока